Основная цель визита представительной делегации на Брещину – изучение аспектов деятельности таможенных служб страны в условиях принятого в конце апреля закона о таможенном регулировании. В рамках семинара участники ознакомились с работой пунктов пропуска Козловича и Варшавский мост, а также транспортно-логистического центра Брест-Белтаможсервис. Необходимо отметить, что законодательство в плане таможенного регулирования взаимоотношений не стоит на месте. Достаточно сказать, что Республикой Беларусь ратифицировано порядка 70 документов в рамках таможенного союза, 17 договоров в рамках единого экономического пространства. В 2013 году принят закон о таможенном регулировании, который вступил силу 23 апреля текущего года. Поэтому основной целью сегодняшнего семинара было посмотреть, как работает этот закон, все ли мы учли при принятии указанного законодательного акта, какие есть пожелания у правоприменителей. С принятием вышеназванного закона о таможенном регулировании работа таможенных служб нашей страны была серьезно изменена и модернизирована. Сократилось количество документов, необходимых для регистрации деклараций, а сам процесс оформления стал более прозрачным и мобильным. Упростился порядок создания пунктов таможенного досмотра и была внедрена инновационная разработка в виде электронной очереди. Этот закон заменил таможенный кодекс Республики Беларусь. Это был ДБН, который был одним из лучших на пространствах СНГ. Ну и второе, что этот закон он специфический, потому что он регулирует моменты, которые не урегулированы в таможенном кодексе таможенного союза. Раньше, к примеру, ну скажем так, недобросовестный перевозчик заезжал на пункт пропуска и мог спать там двое суток. И никто с ним ничего сделать не мог. Сейчас мы четко определили, что три часа ему дается. Если он через три часа не представляет документы на этот груз, значит он просто будет... К нему будут приняли санкции штрафные. Ну это такой вот рабочий, который уже они почувствовали. Следующее, что, вот как я уже когда-то, по-моему, где-то в интервью говорил, что мы разрешили чаще платить за зятя, значит, вот эти вот платежи. Раньше мог платить только перевозчик. Сейчас этот закон разрешает. То есть может кто-то другой внести эту оплату и товар пойдет дальше. Так, раньше такого не было. Следующее, мы внесли в этот закон наш все положения международных конвенций. Такие нововведения уже по достоинству смогли оценить и непосредственно перевозчики, и бизнес-сообщества не только нашей страны, что вполне логично влечет за собой экономическую выгоду. Подобный подход к делу важен и в контексте формирования единого экономического пространства Беларуси, России и Казахстана. Экономическая эффективность Союза уже давно доказана на практике. Товарооборот Беларуси со странами ЕЭП в прошлом году составил 17,7 миллиардов долларов США. И это только один из пунктов списка положительных сторон интеграции. Среди прочих, повышение конкурентоспособности и привлекательности товаров и услуг стран-тройки на внешних рынках. А потому не сомневаются в потенциале и необходимости развития и партнеры по будущему Евразийскому экономическому союзу. Сама проведение формы семинара для законодателей с участием представителей России и Казахстана – это свидетельство о том, что белорусская сторона серьезное внимание уделяет этому проекту, интеграционному проекту. И важно еще то, что мы отметили за прошедший период, у нас был такой информационный или вакуум, или определенные недостатки, то, что имели место быть именно в работе не только в законотворческой, но и в работе с населением, чтобы люди понимали, знали, что же такое евразийское сообщество, интеграционный процесс, что они дают и что они получат в социально-экономической сфере прежде всего. И почему мы, говорится, лучше, а не хуже, чем в Евросоюзе. Работа в условиях таможенного союза, единое экономическое пространство – это вообще прецедент, когда за короткое время три государства большими такими темпами сделали огромную работу. Это работа правительственных экспертов, всех трех сторон. И мы накануне уже такого важнейшего события, которым приковано внимание во всем мире – это подписание договора о создании Евразийского экономического союза, который мы надеемся, что в конце мая произойдет в столице Казахстана – Астане. Продолжение следует...